Меня зовут Монашка, я мастер тату-студии LuckyStyle и сегодня мы с вами поговорим о фрихенде, что это такое, где его можно использовать и некоторые подсказочки для клиентов для того, чтобы вы контролировали своих мастеров. Фрихенд дословно переводится как от руки или свободная рука. Фрихенд это та техника, при которой мы не используем трансферные листы, не делаем перевод рисунка на кожу, а рисуем его конкретно от руки. Фрихенд нельзя использовать в тех случаях, если ваш мастер не имеет художественного образования или каких-то просто базовых знаний анатомии, потому что если трансфер у вас стерся с вашего тела и мастеры начинают что-то добавлять от себя или дорисовывать то, что стерлось, это не всегда будет хорошо, если мастер не умеет рисовать. Для фрихенда нам понадобится бумажные полотенца, маркер желтого оттенка, маркер перманентный красного оттенка и трансферный маркер. Также нам понадобится спирт в случаях того, если нам придется что-то стереть или исправить там и, соответственно, линейка. Хочу отметить, что орнаментал это один из самых популярных стилей, в которых используется фрихенд, то есть все орнаментальные работы, чаще всего мы делаем с помощью фрихенда, чтобы разместить правильно какой-то геометрический узор или паттерн, какие-то символы по типу мандалы, заранее, соответственно, нужен фрихенд в обязательном порядке и 70 процентов орнаментала это и есть фрихенд. Орнаментал это такая стилистика, благодаря которой вы можете грамотно подчеркнуть какие-то из своих частей тела и для того, чтобы грамотно это сделать, нужно правильно подобрать форму вашего эскиза. Под каждую часть тела мы подбираем определенную форму эскиза. Возьмем, например, данную область, так как у нас девочки чаще всего любят делать татуировки под грудью. Для того, чтобы грамотно подчеркнуть форму талии, мы используем треугольную форму или более-менее какую-нибудь заостренную. Также, чтобы подчеркнуть другим образом каким-то талию, мы можем делать татуировки на этих местах, используя диагональные заостренные формы вот здесь и вот здесь. Это опять же визуально вытягивает нашу талию. Также есть один очень важный момент, который мы используем не только в орнаментале, а в принципе везде, где есть симметричное расположение. То есть, если вы татуировку хотите на ключицах с обеих сторон, как их правильно разместить, как отметить правильно центр. Я сейчас покажу, как это делаю я. Ну вот смотрите, мы расчертили, сделали такую небольшую схему и теперь благодаря этой схеме можем видеть, где мы размещаем татуировку. То есть, допустим, если эскиз небольшой, в принципе, вот у нас есть пометки, по которым мы уже его клеим. То есть, вот центр ключицы и вот. И это абсолютно идеальная асимметрия. Теперь рассмотрим схему татуировки под грудью. В общем, по такой схеме мы уже правильно видим, как расположить нам эскиз в области под грудью, чтобы он не съезжал ни вправо, ни влево. Есть еще один такой момент, как небольшая асимметрия. Это норма. Мы смотрим на центральную точку чуть выше солнечного сплетения, которым мы уже поставили метку. Ставим кончик маркера и делаем такой отступ. Мы видим, что вот эта точка, она не на центре пупка. То есть, когда мы располагаем татуировку под грудью, мы не отталкиваемся от пупка ни в коем случае. Это ошибка многих мастеров. Мы должны определять центр от вот этой точки. Также мы делаем на ногах. То есть, опять же, мы ищем изначально центр визуальный. Разметка — это стартовая часть при нанесении фрихенда. Благодаря разметке мы можем уже логически разместить эскиз. Также разметка — это тоже стартовая часть в тот момент, когда вы переводите эскиз с трансферного листа. Благодаря фрихенду мы можем также обойти такие моменты, как родинки или перекрытие шрама. То есть, если мы перекрываем шрам, мы можем заранее продумать, как у нас будет выглядеть эскиз, который мы будем делать в технике фрихенд, для того, чтобы заранее продумать темные участки, которые будут перекрывать это. Некоторые мастера относятся очень халатно к размещению эскиза на теле. Допустим, в стилистике орнаментал я сталкивалась с такими моментами, когда эскиз в центре спины размещен неправильно, не по центру, и потом человек приходит и говорит, что мне нужно продолжить. И, соответственно, мы уже не сможем подобрать орнаментальное изображение, потому что оно просто не войдет уже по симметрии. Я даже уже слышу, как плашет сатана, ведь именно ему потом со всем этим разбираться. Вот, поэтому некоторые мастера просто лепят наугад, так делать не нужно. Есть такие у нас участки на теле, как плечо, локоть и колено. Для перевода это достаточно сложные места, и перед тем, как нанести татуировку, вы должны подумать в первую очередь над эскизом, потому что не все эскизы подходят под угловатые места. Допустим, если мы берем подобную мандалу, такую детальную, по масштабу большую, или там, неважно, даже если она маленькая, просто детальная работа, она не подходит сразу же. Почему? Потому что, если мы будем переводить на плечо или на локоть, у нас создается так называемая накладка. Поэтому мы должны понимать, что нам нужно максимально простое изображение для того, чтобы не случалось этих накладок. Есть такой момент, который вот меня лично реально прям сильно бомбит. Некоторые мастера думают, что для того, чтобы перевести браслет, они переводят с листа. Так делать нельзя. Почему? Потому что, когда мы переводим браслет, у нас вот эта часть сидит плотно, а вот эта нет. И когда мы переводим браслет, у нас, соответственно, это из-за этого переводится криво. У нас рука не имеет цилиндрическую идеальную форму. То есть вот здесь у нас более широкая часть, вот здесь более узкая. Из-за этого у нас, когда мы переводим браслеты, тем более, если это две параллельные линии, они никогда не сойдутся вместе на каком-то участке, где у нас, допустим, вот идет такой конец. Они никогда не сойдутся. Поэтому мы в этих случаях просто обязаны и должны делать фрихенд. Есть три цветовых этапа у нас во фрихенде. Есть желтый цвет, есть красный, и можно использовать или черный, или трансферный маркер. Я использую трансферный маркер, потому что он очень крепко держится, в отличие от других. Для начала мы берем желтый цвет, размечаем примерно, где это должно быть. Мы примерно отметили, где у нас будет находиться браслет. Теперь берем красный цвет. Красным цветом мы должны выровнять уже ту часть, именно саму форму браслета. Не контур, а сам браслет. Теперь мы используем трансферный маркер. Он у нас самый важный получается в этом процессе. Почему? Потому что по контуру трансферной линии вот этой мы будем уже пробивать контур машинкой. Поэтому он должен быть максимально ровный и для удобства максимально тонкий. Огромный плюс трансферного маркера, он держится дольше, чем перманентный маркер. Я проводила свои опыты и результат показал, что трансферный маркер держится намного дольше. Поэтому лучше использовать те трансферные маркера для того, чтобы сделать ровный браслет. Есть такая ошибка зачастую у мастеров. Для перевода браслета они используют канцелярские резинки, малярный скотч. Так делать не нужно. У вас не получится ровный браслет. Вы должны делать это именно вот так. Если ты не усидчив, если у тебя кривые контура, если твои точки плывут после заживления и если ты не имеешь базовых знаний о чертежах, ты никакой не орнаментальщик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok